Выведение из равновесия с помощью запрокидывания головы. Ключевые слова. Запрокидывание головы. Самое простое это забросить ему голову назад. Это надо делать внезапно, быстро и резко. Чтобы не тянуть где-то силой, располагаем рычаг на его теле. В данном случае два рычага. Вот они. И вот на конец рычага я подвешиваю свой вес. Чтобы не тянуть хиленькой силой своих рук. А чтобы весом его туда дернуть. Для этого мне нужна опорная точка. Руки я расположил вот здесь и запрокинул его. А теперь мне достаточно где-то присесть и он начинает падать. Или в приседании выдать его вперед, мы сдеваем его на колечку. Я руки завел ему под бороду, потому что... Ну, самый удобный момент. Да, раскрытие горла идет. Это можно делать необязательно на бороде. Просто здесь, ну, как бы рычаг идет. Можем зайти вот сюда руками. Видите? Голова его на себя берется. На грудь к себе или на плечо. И загоняется вниз. Очень хорошо в этом случае работает корень мозга. За корень мозга. И отдали его туда. То есть, когда он согнутый у нас стоит. Вот я подошел. Если одной рукой, мне нужна и вторая рука. Желательно. Или вторая точка. Вот она образовалась. Для контроля. Но мне желательно где-то вот здесь или здесь. У меня вторая рука. Мы его подвесили. Закрылись. Бросили в ноги его товарищу набегающему. Или, грубо говоря, его лоб отдаем ему в пятку. Для танго нужны двое. Редактор субтитров А.Семкин. Там можно сделать. Вот. Вот тут вот. Как вы приходите? Это вытянет. Отправите. Редактор субтитров А.Семкин. Дев basis. Бо! Уг! Проходя забираем человека, как это происходит, то же самое, корень носа, глаза, дуги, борода, лучше всего конечно работают глаза и корень носа, но глаза еще надо показать, запрокидывание, здесь контроль раз, вы к себе и отдали. Проходим мимо и человека забираем, то есть прошли, забрали.